Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна ФМ. Выставка, открытие выставки в Государственном музее Пушкина, да, 18.00, где Павел Федорович будет представлять свои работы, правильно? Да. Давайте поподробнее об этом, что увидят посетители. Это ведь какая-то новая, да, совершенно выставка работы, которую еще никто не видел, свежие, если я не ошибаюсь. Да, преимущественно, да. Да, пожалуйста, расскажите. Как развивается искусство Павла Федоровича Никонова в последние годы. Но в основном работы последних лет, акварели, темпера, масла. Ну вот Павел Федорович, наверное, расскажет. Да, расскажите, пожалуйста, Павел Федорович, работы какие преимущества? Ну, вы знаете, я уже давно работаю, во всяком случае, летом приезжаю в деревню недалеко от Калязина, на Волге. Великолепные места, это Тверская земля, земля, которая пережила все в своей истории. И трагедии были, были, конечно, и праздники, и радость. Вот этот такой контраст жизненный, он меня очень заинтересовал еще тогда, когда я появился там впервые. Это были 60-е и 70-е годы. Тогда это была совершенно, ну, как бы медвежий угол, забытая совершенно земля. Казалось бы, совсем рядом с Москвой, а не было даже электричества. Дороги были... Такие, не особо. Да, никакие, да. Но за это время произошло, конечно, эволюция колоссальная, там дороги появились, и связь с Москвой чувствуется, конечно, машины, все. Но сам стержень жизненный этой земли, вот этой вот именно Калязинской, он сохранился по-прежнему. Это провинция. Стержень в каком смысле? Что вы имеете в виду? Вы имеете в виду, что люди там живут какие-то особенные? Стержень в каком понимании? Вы знаете, да, там интересно бывать, потому что мы постоянно сталкиваемся с людьми, которые там постоянно жили. Там уже установившиеся связи поколений, и установившийся какой-то образ жизни, связанный с землей, конечно. Там роскошные земли, там в свое время, когда были колхозы, там все росло. Лен, животновоз, трава. Такая богатая очень земля. Да, очень земля, очень. Сама вся земля скудная, но люди жили в труде. Я вот хочу добавить, что на выставке очень часто во многих работах будет встречаться такой персонаж, как Баба Саша. Это, можно сказать, одна из любимых местных моделей Павла Федоровича Никонова, которая прожила 101 год, да, Павла Федоровича? Да, да. Да, и вот она там будет во многих работах фигурировать. Это к вопросу вот о колорите тех мест, которые в картинах отразился у Павла Федоровича. Ну, то есть работа преимущественно вот оттуда, да, из Калязина? В основном, да. В основном это на местном материале. На местном материале. Совершенно верно, да. Но, правда, самая большая, представленная на выставке работа, пятиметровая, горизонтальная, это... О, пятиметровая. Да, пятиметровая, горизонтальная вот работа, она называется «Питер». И представляет вот в характерной манере Павла Федоровича в такой экспрессивной... Когда она была написана? 2015, да, год, если я не ошибаюсь? Да, 2015-2016 годы, да. Вот. Почему? Потому что вы там бывали, написали? Ну, вы знаете, да, в моей биографии был какой-то момент, когда, творческой биографии, когда мне был заказан. А, заказан. Заказан был, да. Такое вот, ну, известное место, Стрелка, вот эти растральные колонны, биржа. То есть, место очень популярное, очень известное, но сейчас Питер немножечко меняется. И вот когда происходит на фоне вот этой вот классического, ампирного Питера, вдруг вот эти современные демонстрации, сегодняшние какие-то праздники, вот это все вместе дает какой-то новый облик, придается Питеру. В общем, посмотрим. Я попытался это изобрести. Друзья, завтра открывается выставка, 20 декабря, о ней мы сегодня и говорим. У нас в гостях сегодня художник Павел Никонов, куратор выставки Елена Гребоносова-Гребнева. У нас сейчас прозвучит небольшая пауза, и мы скоро продолжим. Будьте со стороной, фэм. Дорогие друзья, мы продолжаем. Я хочу напомнить, что завтра в Государственном музее Пушкина открывается выставка, и у нас непосредственно герой нашего сегодняшнего разговора, художник Павел Никонов в гостях, куратор выставки Елена Гребоносова-Гребнева. Я предлагаю нашим зрителям, в частности, сейчас посмотреть. У нас есть слайд-шоу, которое выставке посвящено нашим радиослушателям. Мы озвучим голосом. Давайте, друзья, внимание на экран. В общем, работы там представлены новые. Я только напомню, кто к нам только присоединился, свежие, так скажем. Вот у меня написано, что более 60 графических работ вообще есть. Да, и живописные работы, да. Вот у нас, вот посмотрите, вы нам комментируете, что мы сейчас видим, какие работы. Ну, это пастельный цикл, он не вошел, к сожалению, в наш сейчас вот в эту высоту. А вот это вот, это все о моей деревне, вот эта деревня Олексина. Где вы и пишете, где вы работаете. Где я, собственно, да, и живу, и работаю. Но я постарался все-таки ее изобразить, ну, срез, то, как я ее вижу. Может быть, это может показаться не совсем ясным, не совсем понятным, но для меня образ деревни, это, в общем, образ русской жизни. Я просто хочу тоже нашу аудиторию с вами познакомить поближе. Вы же, когда там живете, вы не просто пишете работы, вы занимаетесь настоящим физическим трудом. Колите дрова, да, занимаетесь... Да, содержим огород, сажаем картошку. Занимаетесь хозяйством. Абсолютно, да. А как вы картины пишете? То есть у вас какой-то есть определенный график, режим, или вы на вдохновение рассчитываете? Как это происходит? Нет, вдохновение... Нет, у художника должно работать каждый день. Дисциплина должна быть, да? И у меня так складывается, да. Утром я работаю по хозяйству, а когда наступает какой-то вот уже полдень, с этого момента я приступаю к работе. Я там построил небольшую мастерскую. И там я выединяюсь, работаю. И предпочитаю именно деревни работать, потому что в Москве очень много суеты, отвлекаются постоянные какие-то звонки, какие-то обязанности. А там я отключаюсь и уже полностью изолироваться. Смотрите, а когда вы в Москве, вы же тоже пишете, тоже работаете? Тоже работаю. А что является вашими моделями, так скажем, источниками вдохновения? В тот момент, когда я живу в деревне, я набираю материал. Я висую с натуры. Сейчас упоминали вот эту бабу Сашу. Героиня вашего цикла. Ну и остальные люди, которые вокруг меня жили. Это были местные жители. Приезжали к ним дети, внуки. И образ жизни у них совершенно такой свой, крестьянский был. Тогда были колхозы еще существовали. И я вот весь материал, который меня окружает, все, что я вижу, я фиксирую на альбоме, рисую с натуры, собираю так называемый рабочий материал. А потом уже зимой приезжаю в Москву и уже на основе этого материала пишу работы, посвященные этой теме. А тем своим героям показываете работы, что получилось? Да, часто я показываю им свои работы, приглашаю в мастерские. В общем, у нас с ними контакт. А какая-то обратная связь от них для вас важна? Важна. Они могут сказать, нет, это не я, мне вот не нравится или что-то в этом духе? Вы знаете, они настолько все воспитаны, настолько тактичны, настолько интеллигентны, эти местные люди, что они никогда такого себе не позволят. Может быть, они что-то и не поймут, может быть, что-то им не понравится, но они невероятно деликатны. И я ценю это качество. Мне очень нравится, вот вы много раз уже сказали, что работа может быть понятной, непонятной. Вот смотрите, вы профессионал, но люди приходят же разные, и в том числе на вашу выставку завтра придут люди совершенно разные. Вот как научиться понимать живопись, да, отличать работу, может быть, хорошую от плохой? Вот как вообще воспитать в себе вот этот вкус человек, если он, ну, не художник, да, не профессионально, так скажем, этим занимается? Вы знаете, вот эта проблема, она очень важная и очень острая. Вы правильно сделали, что ее... Я не помню, кто из великих меценатов сказал, что для того, чтобы понять живопись, надо посмотреть не менее миллиона работ. То есть надо войти в этот мир. Пробовать, смотреть, смотреть. В мир художника надо войти. Сейчас изобразительное искусство изменилось резко. С приходом фотографий, с приходом вот этих всех новых технических средств, телевидение там, интервидение и так далее. Конечно, у художника возникают совершенно иные задачи. Просто сделать похоже, как это делает фотография, это уже недостаточно. Он должен внести в работу свое собственное видение, свое понимание, сделать это на таком, чтобы зрителя заинтересовать, чтобы он вошел в этот мир художника. И тогда происходит контакт между художником и зрителем. Вот я еще хочу добавить со своей стороны, что Павел Федорович много рассказывал, как он работает с натурой, с теми обитателями, которые там его окружают на Волге. Но не надо думать, что его работы являются действительно каким-то фотодокументом. Они насыщены особым пространством, особым каким-то настроением. То есть там в работах Павла Федоровича возникает действительно какое-то совершенно вот такое возвышенное, почти космическое пространство, я бы сказала. Это несмотря на то, что он отталкивается от такой, казалось бы, очень простой и вот такой элементарной, и вот какой-то земной, очень земной натуры. Вот. И здесь нужно отметить, что вот наша роль галеристов заключается как раз в том, что мы производим тщательный отбор того материала, который показываем на выставке. И это тоже есть вот, ну, отчасти как бы попытка решить задачу воспитания хорошего вкуса у зрительской аудитории, даже, может быть, которая не... Ты должен понимать, это хорошо. Это хорошо, да. Вот я должна это понять. Да, вот мы уже вот самим фактом проведения этой выставки уже всем нашим зрителям подчёркиваем, что это хорошее искусство, его надо смотреть, в него надо вдумываться, его надо учиться понимать. То есть посетителю нужно уже, в принципе, поверить в это, ну, так или иначе, не сомневаться. Мы гарантируем, да, и мы гарантируем вот это качество того искусства, которое мы показываем. Вот ещё такой вопрос. Смотрите, когда человек приходит первый раз на выставку, ему надо объяснять вот то, что изображено на картине. Это вообще важно? Ну, это важно, да. И мы здесь тоже... Ну, такой формат экскурсии, может быть, я не знаю, лекции какой-то. Ну, это может быть, да. Но для всех посетителей, которые приходят как бы, ну, независимо, без какой-то предварительной договорённости, мы постарались там приготовить определённые материалы. Там можно ознакомиться с биографией Павла Фёдоровича Никонова, она очень интересная. Там его творческий путь, и там есть экспликации, то есть вот какие-то основные, как бы, положения, моменты по поводу творчества, выставки там изложены, это всё можно прочитать. Да, мы уже сегодня сделаем некоторую такую лекцию в прямом эфире для тех, кто придёт завтра. Как раз, друзья, о творческом пути мы и поговорим. Небольшая пауза у нас впереди, и скоро продолжим. Будьте с нами. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Дорогие друзья, и вновь мы здесь, на «Стране.ФМ». У нас в гостях сегодня художник Павел Никонов, куратор выставки Елена Гребоносова-Гребнева. Мы говорим о том, что в Государственном музее Александра Сергеевича Пушкина с 20 декабря, то есть уже совсем вот скоро, открывается выставка ваша в 6 часов вечера. Мы всех туда приглашаем, и продлится она до 3 февраля, если я не ошибаюсь, да? Да. Смотрите, вот так, на абстрактные темы. Мы уже начали говорить не эфира. Очень мне хочется донести это и до нашей аудитории. Вот скажите, пожалуйста, Павел Федорович, Елена как профессионал тоже нам подскажет, как понять вообще, человек способен рисовать, писать профессионально или нет? Вот когда это должно проявиться, и что должно вообще быть изначально в этом человеке маленьком, либо постарше? Ну, знаете, как правило, дети все почти что рисуют. Ну, конечно, все вроде рисуют, лепят. Конечно, родители или педагоги, которые рядом находятся с ребенком, должны, во-первых, воспитывать у ребенка глаз, вкус. А если они сами не умеют? Все на хорошей, на хороших книгах, на хороших картинах, вводить очень хорошие в Третьяковской галереи, рассказывать. Да, Пушкинский музей. То есть он должен быть в контакте, в постоянном контакте с изобразительным искусством, которое у нас в Москве... Причем с детства, да? С детства, с детства. Вы знаете, сейчас у нас это вот стало практиковаться, вот если вы бы оказались в таких музеях, как Лувр или Прада, вот я был в Испании, Прада, там просто вот таких маленьких приводятся перед Веласкиным, они садятся на пол, все, и внимательно вот таким вот малышам все внимательно рассказывать. Казалось бы, ну, это такое искусство Испании, это самое великое, 17 век, великолепный, там королев, сдача бреда, то есть такие сложные картины, да, и они с таким интересом это слушают. Ребенку это свойственно. А дальше уже надо, конечно, дать человеку, ребенку дать бумагу, дать цветные какие-то пастели или цветные карандаши, и смотреть, как он рисует, как он обращается с листом. И это очень важно. И вот эту вот культуру надо прививать с детства. И тогда вы увидите, как человек, если он прирожден к этому, если ему дано судьбой, дано быть художником, это сразу проявится в его работе. Вот вы мне интересную вещь сказали, что если ребенок заполняет полностью весь лист, как бы все пространство цветами, да, то из этого что-то может получиться. Да, в моей практике именно так было всегда, я угадывал, и, как правило, всегда почти был прав. Я угадывал, если человек видел, то есть, ну, ребенок, да, видел весь лист и его сразу заполнял. Заполнял. И еще, к тому же, еще брал разного цвета этих мелких пастелей, то есть он увлекался, он видел всю плоскость листа. Да, я абсолютно с точной вещью могу сказать, что из этого человека, из этого ребенка был бы художник. Ну да, тут противовес, кто не понял, что если дети рисуют там цветочки в одном уголке, А еще в цветочке или в уголочке, где-то он не видит листа, это еще вопрос. Я была такой именно, да. Я бы даже еще добавила, что, может быть, на начальном этапе приобщения ребенка вот к рисованию, к искусству, да, наверное, даже не карандаши были бы оптимальным материалом, а, пожалуй, гуашь, то есть она позволяет... Ну, краски, да, совершенно верно. И даже, вот, может быть, не акварель, а именно гуашь, она позволяет вот именно плоскость этого листа как-то быстрее заполнить, охватить, она позволяет перекрывать, например, один слой другим. Ну да, смешиваться цвета, да, смешивать, да, и, да, вот, пожалуй... Он подвижный материал. Да, 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 он подвижный материал, вот, для ребенка он оптимален. Вот, ну, и можно сказать, что, в общем, вот эта энергия творческая, она всегда, даже на ранних этапах, уже видна. Вот, и у Павла Федоровича она просто исключительно мощная, я бы сказала, вот за это мы очень любим его искусство. Вот можно посмотреть, приди на выставку, еще раз оценить. Смотрите, вот сейчас тоже, вы как профессионалы, сейчас очень модные такие стали, даже не знаю, как назвать, ну, что ли, практики. В общем, мысль такая, что изобразительное искусство, рисование как таковое, помогает человеку прийти в гармоничное состояние. Вот эти арт-терапии разные. То есть, любое рисование, такой выплеск на бумагу своих чувств помогает человеку стать, ну, счастливее, так скажем. Ну, то есть, это правда? Вот, реально рисование такое воздействие несет, оздоровительное, что ли? И для художника самого тоже. Вы знаете, вот рисование и внутреннее твое психологическое, психическое состояние, они, это два совершенно таких вот единых процесса. Это как одно целое такое. Одно целое, да. Вы встаете, полный оптимизм, и вы создаете какое-то разное. Другое дело, вы совершенно подавлены, и, соответственно, и ваше, скажем, если вы начинаете что-то делать, это передается непосредственно на плоскости листа или холста. Это единый процесс. Ну, то есть, и он, как бы, помогает тебе выздороветь в какой-то степени. Он помогает, да. Излить свои эмоции, выплеснуть их, и, конечно, после этого происходит какое-то оздоровление бесспорное. Интересно. Друзья, у нас сейчас тоже есть возможность оздоровиться, можно потанцевать немножко, потому что у нас музыкальная пауза. Мы продолжим говорить о выставке, которая уже 20 декабря стартует. Будьте с нами. Итак, друзья, мы продолжаем. 20 декабря завтра уже состоится выставка в музее Пушкина государственным. Давайте расскажем вообще о выставке. Елена, вам слово. Новый Никонов, да? Да, да. Такое условное. Здесь хотелось бы объяснить, почему такое название. Новый Никонов. Но дело в том, что Павел Федорович Никонов на сегодняшний день, можно не бояться этого слова, это действительно легенда нашего искусства, он прошёл очень серьёзный, интересный творческий путь, и поначалу он был совсем другим, нежели в тех работах, которые представлены на выставке. Павел Федорович Никонов – один из основоположников так называемого «сурового стиля». Это особое направление в искусстве конца 50-х, начало 60-х годов. Это время его сложения. И наряду с Павел Федоровичем Никоном можно отметить и Николая Андронова, и Виктора Попкова, и братьев Сосмолиных, и других мастеров Таира Салахова, безусловно, которые это направление, так сказать, сформировали. Ну и относительно работ того времени, где-то в 70-е годы Павел Федорович стал действительно заметно меняться в своём творчестве. И как раз это изменение произошло под влиянием той натуры, вот этой деревни Волжской, тех мест, обитателей, о которых он уже рассказывал. Ну и в настоящий момент можно отметить, что вот та живопись, то искусство, которое создаёт Павел Федорович Никонов, это такой очень мощный, интересный, живописный экспрессионизм, я бы так, наверное, назвала, выражаясь искусствоведческой терминологией. Вот. Ну, может быть, Павел Федорович что-то добавил. Павел Федорович, вы согласны со всем сказанным? Ну, в общем, да, действительно, эволюция наша была действительно связана с тем, что мы сначала, мы обратились, конечно, к той натуре, которая открылась нам. Это было связано с оттеплением, в общем. Это был интересный период в нашей жизни, когда художники обратились к реальной жизни, а не к той, которая формировалась в те годы. А реальная жизнь каковая была? Это 60-е годы, это начало строительства, Братская ГЭС, Пуйбешевская ГЭС, космос. Целина, опять же. Да, и это все художников невероятно увлекло, очень увлекло. Ну, да, такие события, да, которые меняли жизнь. События, крупнейшие события были, да. Стали ездить по стране Гелий Михайлович Коржев, там, действительно, Осовский, там, Попков ездил, Смолина ездили на север. И вот отсовсюду привозились материалы, и на эти темы возникали очень серьезные замыслы, выставки были крупные, и это было главным рейтмотивом. А потом художник все больше и больше начинал уходить в себя, думать, раздумывать, размышлять. И уже он искал тот язык и ту натуру, которая ему близка, к которой он мог бы сам найти свое самовыражение. И вот каждый художник находил, если удавалось, он находил какой-то свой путь. И вот на этой выставке, о которой сейчас идет речь, я попытался показать то, что меня сейчас волнует, не только в смысле жизни, а волнует еще в смысле языка. Понимаете? Сейчас очень серьезная дискуссия идет, чисто эстетическая, какие направления сейчас развиваются. Есть тенденции традиционных форм изобразительного искусства, есть попытки как-то показать совершенно новые, другие, какие-то стилевые особенности, которые свойственны каждому художнику. Вот в этих поисках стилевых сейчас и обретает художник, и он пытается найти свой язык. Смотрите, а вы же еще долго преподавали, да, и вообще работаете таким наставником своего рода. Вот какие сейчас тенденции у молодых художников, будущих художников? Что им близко, может быть, нравится? Ну, по крайней мере, из вашего опыта субъективного. Ну, вот, вы знаете, сейчас... То есть они пытаются копировать кого-то все-таки? Или у них есть уже свой? Нет, как правило, конечно, они понимают, что нужно уходить от образцов, которых уже сложились, и искать свой путь. Это сейчас молодежь... Молодежь это понимает. Да, молодежь сейчас очень образована. Доступ колоссальный... К информации. Информационный, да, очень большой круг. Поэтому они видят, что творится в мире. Конечно, они пытаются себя найти. Но вот я не без сожаления хочу отметить, что очень большую роль в творчестве художника, сегодняшнего художника, играет фотография. Фотография. Фотография, да. И, с одной стороны, это объяснимо вполне, потому что это оперативно, это необходимое вещь. С другой стороны, вот эта зависимость от фотографий, зависимость от вот этих вот объективных источников, она, ну, в какой-то степени иногда, мне кажется, достаточно опасный путь. Ну, а так они как-то на вас повлияли, ваши студенты имеются в виду? У вас тоже какой-то... Вы знаете, да. Вот когда, вы знаете, я преподавал, и мой опыт довольно был обширный. Лет 10, около 10 лет я преподавал в институте, вел персональную мастерскую. И я пытался, что я мог, я пытался донести до молодежи. Но надо сказать, что я и у них учился. И это вот, это фактор очень важный. Когда ты смотришь, что они делают, и очень много у них можно взять. Как-то вот это здорово, взаимообмен такой. Конечно, получается такой. Конечно, это очень, преподавание вообще очень сложная штука. Особенно, если ты хочешь это преподавание совмещать с творческой работой. Все-таки это разные вещи. Это разные вещи, да. Потому что, когда ты преподаваешь, ты отдаешь все. А когда ты творческой работаешь, ты приобретаешь. От натуры берешь, как можно угодишь. А тут приходится очень много отдавать, когда ты преподаешь. Елена, да. Ну вот нужно сказать, что у Павла Федоровича к настоящий момент уже сложилась довольно интересная плеяда его учеников. Можно даже говорить о школе Никонова в нашем искусстве. И нужно отдать должное, наверное, его и педагогическому тоже таланту, что все его ученики, они как раз очень интересные, такие самобытные художники, отнюдь не копируют своего учителя и уже очень, так сказать, развиваются. Спасибо вам огромное. Друзья, мы еще раз приглашаем завтра, 20 декабря, в музей Пушкин, на государственном музее имени Пушкина. Спасибо вам большое. Друзья, у нас в гостях были художник Павел Федорович Никонов и куратор выставки, на которую мы завтра всех приглашаем, Елена Гребоносова-Гребнева. Спасибо вам и удачи. Было очень приятно. Спасибо.